Для Даниила Чистякова и Сергея Кудинова Всероссийский чемпионат в Казани стал серьезным испытанием. Чтобы получить на него допуск, спортсмены прошли дополнительные квалификационные соревнования и заслужили черные пояса. Выступая в командном спарринге, возрастной группе 14-15 лет, они взяли бронзу. К сожалению, в первом бою проиграл, но зато какой-то опыт получил. Соперник был из Чеченской Республики, был достаточно сильный соперник. И буквально оставалось пару баллов, чтобы его победить, но он оказался сильным. Призером чемпионата России стал и Семен Востриков, завоевавший бронзу как в командном спарринге, так и в силовом развивании, также в составе областной сборной. Неплохо показали себя, хотя и не дотянули до медалей Дмитрий Лезов и Александр Дырнов. А вот Данил Чистяков, кроме командной бронзы, завоевал серебро в личном спарринге, весовая категория до 70 килограммов, и вошел в состав сборной России. Это путевка на Кубок Европы. Соперники были сложными, поэтому есть над чем работать, нечего расстраиваться. Будем готовиться к Кубку Европы, как-то добавлять какие-то упражнения, усложнять занятия, увеличивать нагрузку, чтобы выиграть. Стремление к победе есть кому поддержать. Вся семья Данила верит, что у него все получится. Мы долго к этому шли, готовились, 9 лет занимались. Были слезы, были разочарования, ну и радости, и победы, и проигрыши. Долго шли. Ну, спасибо тренеру, что он наше достижение вот этим помог достичь. Финансовую поддержку в организации поездки на российский чемпионат оказал Евраз. Кстати, на Евраз НТМК работают родители многих звездочек-теквандистов. И тренер-наставник, в свое время чемпион страны, чемпион СНГ Владимир Морозов, также связан с комбинатом. Он ведущий инженер по ремонту конвертерного цеха. Спортсмены по положению должны были пройти тест на коронавирусную инфекцию. Это тоже оплатили. Дальше проезд, проживание, билеты. Евраз помогает уже на протяжении 5 лет. То есть она поддерживает спорт. То есть ребята выезжают на соревнования. У нас в Нижнем Тагиле проводился в 2019 году кубок Евраза по тейквондо. Приезжали ребята с области, из Ханты-Мансийского округа, Пермского края. В спортшколе очень надеются, что теперь турнир возобновится. Вообще он намечен на ноябрь. А тем временем спортсмены усиленно готовятся к Кубку Европы. Кубку Европы. Продолжение следует...